В стареньком поношенном плаще, на глаза надвинут свой беретик, шел старик и нес, зажав в руке из ромашек, маленький букетик. На свидание девушка спешила в туплях на высоких каблуках и в тупе случайно зацепила шедшего навстречу старика. Обернулась. Дедушка, простите. Поднял он уставшие глаза. Милый, куда ж вы так спешите? Ждут меня. Опаздывать нельзя. Хорошо, когда вас где-то ждут и встречают с радостью на лицах. А моя любовь нашла приют, да? Куда могу не торопиться? Девушка взглянула на букет, и в глазах застыло сожаление. Он продолжил. Вот уж семь лет. Ей ношу ромашки в день рождения. Их она особенно любила. Волосы впитала. И венок. Даже в день знакомства, помню, было платьишко на ней в такой цветок. Много лет мы были с ней женаты. Но никак с любви волшебный пыл. С первой встречи до последней даты я всю жизнь ее боготворил. Улыбнулся. Крепче сжал букет и пошел тихонько к остановке. Она смотрела ему вслед. Словно вниз летела без страховки. Он там ждет за столиком в кафе. Злится. Ведь у них всего лишь вечер. Галочкой, помеченной в графе между тренингом и важной встречей. Да, он изначально не скрывал. Кто такой? Какой машиной рулит? После встреч такси ей вызывал. А она надеялась, что любит. Ухмыльнулась. Сбросила звонок. Номер удалила в неизвестность. Знала все. Что он ответить мог. Только больше ей не интересно. Нужен тот, кто будет понимать и любить. И чувством дорожить нужен дом, в котором будут ждать. И букет ромашек от души.